Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Договор предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. Документ еще подписан в июне, напомним, во время визита российского диктатора в Хеньян. Зеленский уже заявил, что, скажем так, Северная Корея фактически включилась в войну против Украины на стороне Российской Федерации. И сейчас тоже, и ранее тоже об этом говорили, что боеприпасы это было в обмен на нефть и еду, а люди, получается, в обмен на что? Ну, на поддержку ядерных разработок. Игорь Александрович, если это так, чем это грозит? Ну, собственно говоря, говорить о том, что происходит сейчас в будущем времени, мне кажется, не очень правильно. Потому что Владимир Зеленский абсолютно прав, говоря о том, что Северная Корея включилась в войну против Украины. Причем это произошло не сегодня, не вчера. А сейчас это просто оформляется и расширяется. Все это приобретает больший масштаб, потому что то, что вот это вот копье под названием, там, ось, копье, так сказать, под названием Москва-Пхеньян, оно нацелено на Украину и на НАТО. Это очевидно. На сегодняшний момент половина или даже немножко больше снарядов, которые летят в сторону Украины, это Северная Корея поставляет. То есть 3 миллиона снарядов в год, это значительно больше, чем поставляет все НАТО Украине. То есть помощь одной Северной Кореи в количественном, по крайней мере, по некоторым параметрам, в количественном выражении больше, чем помощь всего НАТО. То есть это просто, ну вот какой-то факт, который надо зафиксировать и, что называется, с этим дальше жить. Значит, поэтому помощь огромная и, на самом деле, помимо этого, понятно, что в какой-то степени участвуют здесь и военнослужащие Северной Кореи, хотя бы как инструкторы, которые сопровождают те баллистические ракеты, которые Пиньян также поставляет России. Ну и что касается непосредственно уже участия в войне живой силой, то пока это, ну такая достаточно еще гипотеза, которая частично подтверждается, частично нет, но я думаю, что эта проблема в ближайшее время тоже будет решена. И мы увидим северокорейских военнослужащих на фронте в Украине. Сказать, что это как-то серьезно изменит ситуацию на поле боя, ну, скорее всего, вряд ли. Потому что все-таки в той войне, в которой сейчас воюют Украина и Россия, сегодня мало кто может воевать. Для этого нужен совершенно другой опыт и вряд ли северокорейские военнослужащие принесут очень много пользы России на поле боя. Но, тем не менее, все равно, так сказать, это то самое пушечное мясо, которого Путину остро не хватает. Так что это действительно серьезная история. Ну, помимо того, что еще одним союзником России является Иран, вот эти два союзника, две тоталитарные страны, они, в общем, на самом деле действительно создали такой вот крепкий треугольник, который, прежде всего, противостоит Украине, ну, и заодно и всему НАТО. Кстати, Кым Чин Ин в последнее время особенно напоминает Путина. Он на днях заявил, что Северная Корея ускорит шаги к тому, чтобы стать военной сверхдержавой с ядерным оружием. И не исключил его применение в случае нападения врагов. Ну, и вот здесь тоже вопрос, почему, Игорь Александрович, как вы думаете, вот эти все финансовые санкции, которые были введены еще ранее, еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение, они не помешали ни расширению ядерных разработок, ни развитию программы производства ракет в Северной Корее? Ну, вы знаете, все, ну, мы уже не раз, по-моему, даже в наших с вами беседах, Ангелина, говорили о том, что санкциями вот ни Путина, ни Северную Корею, ни Иран не одолеть. И мы видим, что действительно, ну, причин много, причин очень много. Одна из самых главных причин заключается в том, что санкции применяет, ну, скажем, Запад или там евроатлантическая цивилизация, но она с точки зрения количества, количество населения представляет собой, ну, 15% человечества и по количеству стран. Я понимаю, что в экономике, в военном отношении евроатлантическая цивилизация весит значительно больше, но в любом случае это не все человечество, и поэтому в известной степени, знаете, я не знаю, насколько наши с вами зрители оценят эту аналогию, но мне кажется, эти санкции напоминают некие ворота, крепко запертые ворота, которые стоят в чистом поле, вокруг эти ворота можно обойти, совершенно не обязательно в них ломиться. То есть, на самом деле, обход санкций, это, что называется, не то, что дело техники, это просто простая очевидная вещь. Ну, хорошо, ввели санкции, например, на энергоносители, и то, даже по отношению к Европе, это не стопроцентная блокада, но Россия прекрасно, ну, не очень прекрасно, скажем так, но умеет обходить эти санкции, торгуя энергоносителями, прежде всего, с Индией и с Китаем. Ну, и где эти санкции, и чего они стоят? Ну, в чистом, это же совершенно полная аналогия с теми самыми крепко запертыми воротами, которые ставят посреди поля, а вокруг совершенно свободное пространство. Понимаете, мне это немножко напоминает, ну, вот более актуальный сюжет, это российско-казахстанская граница, в которой есть пограничные столбы, но самой границы нет, приходи сколько угодно. То есть, да и, собственно говоря, российско-украинская граница не очень этим отличается, так что мы вот видим это, как легко проходят украинские войска на российскую территорию. Ну, короче говоря, санкции, это, ну, в какой-то степени, да, они неприятны, они бьют по экономике, но это не удары, это, скорее всего, такое легкое поглаживание. В нашей с вами беседе вы уже говорили о том, что самый важный элемент любого плана победы это ликвидация режима Путина, если не самого Путина. Вот интересно, рассматривает ли Запад, как вы думаете, какой-то такой тайный сценарий, по которому бы это случилось? Ну, вот из последнего, там, несколько недель назад, тот же глава ФСБ Бортников говорил о том, что руководство Российской Федерации переживает из-за пейджеров, которые, значит, которыми подрывали боевиков Хезболы, да, пейджеры с дистанционным подрывом, скажем так. Как вы думаете, ну, что-то подобное рассматривается западными разведками или нет? Вы знаете, у меня, естественно, как вы понимаете, нет доступа к тем тайным комнатам, где существуют тайные переговоры, так сказать, и разрабатываются сценарии. У меня нет сомнений, что какие-то сценарии спецслужбы разрабатывают. У меня нет сомнений в том, что разрабатываются сценарии просто физического устранения Путина. Ну, не может быть, чтобы в головы, так сказать, западных политиков, чтобы в головы украинских политиков не приходила, ну, простая и очевидная мысль, что самым простым способом прекратить войну является физическое устранение террориста номер один на сегодняшний день, так же, как в свое время либеральнейший, так сказать, такой бархатный, плюшевый Обама отдал приказ об устранении Усама Бен Ладена. Ну, и то, что такая мысль не может не приходить в головы политикам и спецслужбам, у меня нет сомнений. Но вероятность того, что эта мысль, эта идея будет реализована, мне кажется, очень близка к нулю. То есть, ну, как бы это требует серьезного решения. Понимаете, есть несколько, несколько таких, скажем, нестандартных ходов, которые могли бы изменить ситуацию. Даже без, ну, какого-то, вот, решения, так сказать, политического громкого решения, которого мы все ждем, но которое никак не состоится. То есть, там, предоставление Украине дальнобойных ракет, там, типа томогавков, или, так сказать, разрешение бить, ну, одновременно, конечно, разрешение бить вглубь российской территории, закрыть небо над Украиной. То есть, все это политические шаги, которые могли бы изменить ситуацию, но они не наступают. Понятно, что самые разные сценарии, они тоже могут присутствовать. Мы уже с вами говорили только что о физическом устранении Путина. Это абсолютно легитимная законная цель для Украины. Вот, понятно, что это, эти мысли приходят в голову. Я совершенно точно уверен в том, что военное политическое руководство Украины и стран Запада, ну, уж точно не глупее нас с вами. Поэтому это, конечно, тоже существует в головах. Идея, например, обретением Украины ядерным оружием, я нисколько не сомневаюсь, что тоже, так сказать, присутствует в каких-то совещательных комнатах. Но все эти идеи, как мне кажется, им не хватает политической воли. То есть, на сегодняшний момент, ну, вот то, что на Западе доминирует такой, в политической элите, такой середнячок-чиновник, который, подобно чеховскому персонажу, человеку в футляре, исходит из того, что как бы чего не вышло. Понимаете, вот эта типичная западная элита политическая напоминает вот этого чеховского персонажа. А как бы чего не вышло. Вот такая бацилла осторожности, которая очень хорошо распространена, очень сильно распространена на Западе, мне кажется, она составляет серьезную проблему. И это сама по себе бацилла осторожности, она не является первопричиной. А первопричиной является небольшой масштаб, небольшой политический масштаб сегодняшних лидеров западного мира. К тому есть масса причин. Не уверен, что в нашем с вами эфире сегодняшнем, Ангелина, надо подробно на этом останавливаться, но это просто факт. Это то, в чем мы сегодня живем, и то, что является одной из важнейших причин тяжелого положения Украины на сегодняшний момент. Вместе с этим глава разведки Германии заявила о подготовке России к нападению на НАТО к концу этого десятилетия, к 30-му году. Он как это объясняет? Что Путин стремится не только расширить влияние Кремля в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента. Как отмечается, основная цель – это Германия, через территорию которой проходят ключевые маршруты на передовые позиции. И указывается даже, что могут стать объектом для угрозы, скажем так, окажутся такие объекты, как заводы, вооружения, боеприпасы, электростанции, командные центры, мосты, железные дороги и тому подобное. С чем связано это заявление? Вы знаете, Ангелина, это вот как раз продолжение нашего разговора. Ну, то, что в голове Путина бродят самые разные, в том числе безумные мысли, в этом сомнений никаких нет. Вопрос, что с этим делать? Понимаете, и в данном случае это заявление и эти настроения, которые существуют в политической верхушке, в политическом военном и политическом руководстве ФРГ, они стали основой для принятия канцлером ФРГ Шольцем принципиальнейшего решения, крайне пагубного для Украины. То есть Шольц отказался предоставлять Украине тяжелую бронетехнику. Все, сказал теперь, ну вот, слушайте, сцепка с заявлением немецкой разведки прямая. Ну, раз нам самим угрожает вторжение Путина, значит, чего мы будем отдавать бронетехнику Украине? Самим пригодится. Вот примерно логика, которая вытекает из этого заявления главы немецкой разведки. Логика абсолютно ущербная по двум причинам. Во-первых, ну, в голове Путина могут бродить самые разные мысли. Там, не говоря уже о, так сказать, таком внутреннем голосе Путина, которого зовут Медведев. Вот этот внутренний голос Путина, который постоянно говорит на «иди бомби Соединенные Штаты Америки, уничтожь их, сравняй с землей, или вернее с водой Великобританию» и так далее. Ну, хорошо, но это все страшилки, пугалки. Это да, какие-то намерения, на самом деле Путин в своих горячечных видениях видит себя властелином мира. Что из этого следует? Во-первых, я абсолютно убежден, что вероятность нападения России на ФРГ, она просто на сегодняшний момент равна нулю, и она окончательно превращается в ноль, даже в течение ближайших лет, в том случае, если Украина выигрывает эту войну и сможет разгромить путинскую военную машину. То есть для этого нужно как раз делать обратные вещи. Нужно не пугать себя и свой народ вторжением Путина, а помогать Украине по очень простой причине. Это абсолютно железная логика, которая почему-то отсутствует в головах европейских политиков. То есть, если да, действительно Путин представляет собой угрозу не только Украине, но и Европе, в том числе и Германии, что так, что верно. Вероятность нападения Путина сейчас, в ближайшее время, пока Путин не вылез из Украины, она равна нулю, потому что у него нет запасной армии, которая могла бы это сделать. Следующий ход рассуждения. Готовы ли сегодня немцы, готовы ли немецкая армия, немцы конкретно воевать с Россией? Ответ очевиден. Нет, конечно. Конечно, нет. Просто потому что и цена человеческой жизни в Германии слишком высока, и потому что немецкая армия не умеет воевать в этой войне, в которой, так сказать, за вот эти годы научились воевать Россия и Украина. То есть на сегодняшний момент есть две армии в мире, которые умеют воевать в той войне, которая сейчас идет. Она кардинально отличается, все военные эксперты говорят, что это совсем война нового типа, где доминируют дроны, где присутствует... То есть такая вот, извините, гибридная война, в которой мало что напоминает войны предыдущие. Так вот, на сегодня две армии умеют это делать. Это украинская и российская. И, конечно, так сказать, учитывая то, что на сегодняшний момент воюет Украина, логичнее было бы вооружить до зубов Украину для того, чтобы она смогла разгромить Россию. Для того, чтобы Россия не напала на Германию никогда, и не было бы такой угрозы, надо, чтобы путинский рейх был уничтожен. Так вот, вместо этого они собираются, что называется, ставить, запасаться в прок оружием для войны, которая, может быть, начнется там через несколько лет. Но она не начнется, если будет разгромлена российская армия. Вот эту простую связку как раз не учитывают немецкие политики, с моей точки зрения, делая огромную ошибку. Просто огромную, фатальную ошибку. Примерно такую же, как в 1938 году сделали Чемберлен и Далаге, пытаясь умиротворить агрессора, вместо того, чтобы его уничтожить.